Смартфон, наушники, так вроде бы неприхотливо выглядит технология тифлокомментирования снаружи. В этот наушник голосовым комментариям слабовидящим четко и емко описывают происходящее на сцене. К примеру, если люди в тишине обнимаются или целуются. Важно то, что эта технология инклюзивная. То есть тифлокомментарии слышат только, особенно зрители в своем наушнике. Он может прийти со своим другом, женой, подругой, братом, который зрячий, также вместе посмотреть и после этого вместе обсуждать. И это самое главное, чего мы и добиваемся. Сбер уже 19 лет, генеральный партнер фестиваля «Золотая маска». Проект «Искусство вслух» дебютировал в 2017-м в рамках фестивальной программы. Но раньше тифлокомментарии были доступны для зрителей только в Москве. В этом году Сбер впервые проводит показы с тифлокомментированием в регионах. Нам бы очень хотелось, чтобы не только банковские сервисы были доступны нашей миллионной аудитории, нашим любимым клиентам, но и чтобы была возможность у всех людей, в том числе у людей с ограниченными возможностями по зрению, присоединиться к этой культурной стезе. Я на таких мероприятиях, на таких спецспектаклях еще не был. Ну, судя по всему, столько номинаций на «Золотую маску» ожидания очень хорошие. Действительно, жюри престижной премии номинировала его в десяти номинациях. К тому же, актриса музыкального театра Мария Евтеева получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль. «Капитанская дочка» – спектакль, который теперь хотят посмотреть многие. Мы очень рады, что на нашем спектакле люди с нарушением зрения могут тоже полноценно насладиться мюзиклом и увидеть его в новых красках. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.